Ты заметил, что в конце зимы на улицах очень много грустных людей? Конечно, заметил. Более того, если ты им улыбаешься, они не заражаются. Никакой получительной реакции в ответ. Да, верно. И между тем, причина кроется в простой нехватке солнечных лучей, которые врачи называют умным словом. Авитаминоз. Как ты его рожешь? Автомобиль. Сегодня у нас в гостях Кристина Дубова, заведующая отделом Челябинского областного центра медицинской профилактики, которая даст полезный совет, как бороться с этим самым авитаминозом. Доброе утро, Кристина. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какие явные признаки могут выдать, что все у нас авитаминоз, у нас или у друга. Как понятие вообще? Ну, начнем с того, что авитаминоз – это такое понятие, которое используется в основном врачами только в России. Утро. Обычно, ну, авитаминоз – это отсутствие вообще в принципе какого-либо витамина или витаминов, что в принципе в наше время уже невозможно. Когда-то давно была цинга как отсутствие полностью витамина, но мы, слава богу, к этому уже не подвержены. Поэтому у нас может быть какой-то недостаток витаминов, но, как правило, самостоятельно понятие обнаружить – это невозможно. На территории Челябинска чаще всего имеется недостаток витамина D, потому что солнце у нас достаточно мало. Это из Димы. Да, соответственно, недостаток витамина D в основном у всех определяется. Но понять это можно только, если сдать анализ. Кристина, ну, давайте расскажите, поясните, как бороться, может, какие-то процедуры или что же делать-то нужно-то? Никак с этим бороться не нужно. Нужно просто правильно, рационально, разнообразно питаться, обогащать свое питание витаминами, которые содержатся во фруктах, овощах. Если их будет в разнообразном количестве, в большом, то есть 500 грамм – это три порции овощей и фруктов необходимо в день все-таки употреблять. Тогда, в принципе, проблем не будет. Но многие говорят, что из продуктов невозможно столько взять витаминов, сколько требует наш организм, особенно вот весеннее время. И еще вот скажу, Кристина, говорят, что весной фрукты и овощи не наполнены таким вообще количеством, в принципе, витаминов. То есть они тоже источены, так скажем. И стоит ли прибегать к каким-то дополнительным витаминизациям? Прибегать к дополнительной витаминизации абсолютно нет смысла, потому что в настоящее время, во-первых, у нас используются замороженные продукты. Они также содержат в себе все необходимые вещества, потому что у них происходит быстрая заморозка, они все в себе сохраняют. А употреблять биологически активные добавки, которые мы можем купить в аптеках, либо заказать через интернет, это все достаточно опасное мероприятие, потому что за лекарствами идет строгий контроль и учет, а все биологически активные добавки не проверяются, состав их не контролируется, потому что это не лекарственные средства, поэтому употребление их может быть даже опасным. А вот вы сказали про заморозку. Я понимаю, что заморозка быстро происходит и витамины остаются, но многие ученые утверждают, что как раз-таки, когда размораживаешь, вот тогда происходит какая-то другая совершенно ситуация. То количество, которое организму нужно, он получает. Если мы будем пить биологически активные добавки, в принципе, все равно будет ненужное количество витаминов, все равно будет выводиться из организма, но накопление этих витаминов, особенно те, которые будут жирорастворимые, если их будет в большом количестве, растворить их будет организму достаточно тяжело, поэтому это будет все-таки опасно для здоровья, поэтому самостоятельно никакие биологически активные добавки себе добавлять не стоит. Если есть такое желание, если есть какое-то ощущение некомфорта в организме, организм подаёт какие-то сигналы, что что-то не так, то лучше обратиться к лечащему врачу и уже разобраться. Возможно, причина там далеко не во витаминозе. Нужно пообследоваться, понять, в чём причина, и вместе найти её с врачом и начать лечиться. У кого-то проблемы с давлением, правда, ведь бывают в такие вот межсезония? Да, мы не можем не спросить, конечно же, как долго он может длиться, этот витаминоз, и может ли он закончиться сам по себе. То есть сегодня начался, а через неделю раз, и всё, закончился. Ещё раз о том, что витаминоз — это не то состояние, которое мы можем понять. Есть недостаток витамина D, для нас он может длиться в постоянном процессе, то есть необходимо будет применение дополнительного витамина D, его назначит врач. То есть нужно будет сдать анализ, врач определится, какой именно недостаток имеется, и назначит уже в определённой концентрации этот витамин D. Кристина, сегодня мы говорим, кстати, Иван, прости, пожалуйста, про улыбку. А улыбка поможет избавиться от витаминоза? Кристина не верит в витаминоз. А улыбка красиво верит же. Ну, есть, какие-то исследования есть, но, скажем так, это исследование для такой, как это... Оптимистов. Да, это для оптимистов и, в принципе, для общей массы людей, чтобы было что почитать, не заморачиваться. В общем, все настоящие исследования про витамины говорят о том, что если мы правильно, рационально, разнообразно питаемся, то авитаминоз нам не грозит. Ну, а давайте так, Кристина, что можно вообще сегодня сделать? Понятное дело, мы разнообразим свой рацион, там, допустим, добавим фрукты и овощи, и уберем там еще что-то, витамин Д добавим, что еще можно сделать? Улыбку добавим еще, добавим физическую нагрузку, вот, желательно добавим ее на свежем воздухе, чтобы все-таки успеть днем поймать солнечные лучи, которые доходят, ну, с трудом до нас, но доходят. Поэтому необходимо заниматься спортом, желательно на улице, спорт должен быть регулярным, ну, и, естественно, необходимо следить за своим здоровьем, если есть какие-то предпосылки, к тому, что что-то не так с здоровьем, то, конечно, обращаться к врачуное и знать, что за здоровьем нужно следить регулярно, обращаться в поликлинику для профилактического осмотра, для диспансеризации и регулярно следить за своим здоровьем. Все, все понятно, друзья, в общем, обследуемся, смотрим, но самое главное помним, что у вас все хорошо, поднимайте себе настроение, все зависит именно от вас. У нас сегодня в гостях была Кристина Дубова, заведующая отделом Челябинской областного центра медицинской профилактики, которая нам сегодня дала полезные и ценные советы.